Добрый день, друзья! С вами программа «На самом деле» и сейчас мы с вами отправимся на Ближний Восток вместе с ведущим экспертом Центра военно-политических исследований МГИМО Михаилом Александровым. Михаил Владимирович, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, смотрите, очень интересно получается. Мы второй полк или второй дивизион, я уже не помню правильно, как С-400 отправляем в Турцию. В это же время турки, наши так называемые партнеры из НАТО, собираются в Ливии военную базу организовать для защиты, конечно, собственной территории. Мы тоже якобы собираемся там сделать две военных базы. Ну, а в это время американские товарищи говорят, что коалиция во главе с США покинет военную базу Таджи в Ираке. Вот давайте тот регион с вами попытаемся осветить, чтобы понять, а что все это значит, кто к чему готовится и кто как себя готовится защищать. Ну, мне кажется, тут много слухов всяких ходит. И многие из них недостоверные, а некоторые даже провокационные. Вот в частности, про то, что Россия там собирается в Ливии какие-то базы создавать. В общем, насколько мне известно, ничего подобного-то и в проекте нет. Вот. Если там участвовали наши, так сказать, специалисты, ну, из частных военных компаний, то я не думаю, что это была какая-то специальная государственная политика, а скорее просто им дали возможность подзаработать. То есть, не возражали, скажем так, против их участия. Хотя, в общем, с точки зрения наших государственных интересов, это не особо и нужно. На мой взгляд, то, что Турция пытается укрепиться в Ливии, очень даже неплохо с нашей точки зрения. Вы посмотрите, какой сразу сейчас возник конфликт. Вот. И с членом НАТО Греции, и с членом НАТО Франции. Вот. И вот этот переворот в Мали, который недавно произошел, почему там тоже наших приплели. Хотя, значит, как мне кажется, тут вот другие страны заинтересованы, чтобы ослабить французское влияние в регионе. Я не исключаю, что те же китайцы, например, могли быть заинтересованы. Китайцы ведь в Ливии потеряли очень много. А французы, надо сказать, очень активно участвовали в свержении Каддафи. По сути, что они были инициаторами свержения Каддафи. Так сказать, больше всех там Саркази прыгал по этому поводу. Говорят, даже у него и личный интерес там был, что он у Каддафи денег занял, вот, и не хотел отдавать. То есть, тут такое совпадение личных интересов, национальных интересов, Франции и так далее. То есть, в общем, Франция очень здорово подгадила Китаю в Ливии. Вот. Китай там сделал крупные вложения экономические. Сейчас они фактически утеряны, потому что там полный бардак. И те договоренности, которые были с Каддафи, они уже, так сказать, не действуют. Вот. Так что китайцы могли очень совершенно спокойненько, так сказать, подложить свинью Франции. И как они это очень умеют делать, так сказать, вроде никто и даже не подумал, и не знает, и не слышал. Вот. И, между прочим, Китай очень активно в Африке присутствовал еще со времен, даже вот, позднего Советского Союза. Я вот помню, я в Зимбабве работал, там две партии было. Одна партия, значит, ну они уже взяли власть. Мугабве представлял партию, которая ориентировалась на Китай, Зану ПФ. А мы, значит, другую партию поддерживали, которая, ну, в общем, не то, что против Мугабве была, но она с ним сотрудничала, но это была другая партия, да. И причем каждая из этих партий опиралась на определенную этническую группу. То есть, вот китайская, ту группу, которая составляла большинство населения Зимбабве, наши почему-то выбрали ту группу, которая составляла меньшинство. Естественно, они всегда находились там в подчиненном положении. Вот. Так что у Китая там серьезные были интересы в Африке. Они и сейчас остались, и, так сказать, вот я совершенно не исключаю с этим переворотом связанным. То есть, понимаете, вот такой вот расклад нам выгоден, и я бы даже тут на нашей, так сказать, с точки зрения нашей внешней политики даже подыграл этим противоречиям. У нас почему-то принято всех сразу мирить за дружбу и так далее, так сказать. Вот этот вот, откуда-то он, этот интеллигентский трек берется еще, наверное, с 19 века. Вот. Все должны жить дружно, все должно быть правильно. Царь плохой, баяри плохие. Вот. Всех свергнуть, и будет мир и благодать. Ну, и в результате, так сказать, этих противоречий, я думаю, наши позиции как раз в этом регионе укрепятся, потому что от нас будет зависеть в определенной степени, чья сторона возьмет верх. Ну, нам пока выгодно, так сказать, поддерживать определенный уровень конфронтации там в Ливии. Вот. Запад сам заварил эту кашу. Пусть он ее расхлебывает. И чем больше ресурсов они туда будут кидать на разрешение этой проблемы, тем меньше у них будет возможности там нам гадить на Украине, в Белоруссии и в той же самой Сирии. Вот. Так, еще что касается, значит, нашей вот позиции в Сирии. Как мы видим, так сказать, наше присутствие в Сирии сохраняется. И уже довольно долго. И я вот заметил от критики нашей внешней политики, особенно из патриотического лагеря, им вот это не нравится. Они, значит, говорят, что вот зачем мы столько ресурсов бросили на Сирию, хотя на самом деле очень немного ресурсов бросили. Но зачем мы это делаем, когда надо было вот на Украине решить вопрос. Ну, я где-то частично даже разделяю вот эту точку зрения. Но надо понимать вот этим критикам, что линия фронта противостояние с нашими главными противниками. Ведь не Украина наш главный противник. Понятно, что на Украине этот режим, он полностью спонсируется и поддерживается Западом, который рассматривает Украину как такой таран против России. И для этого, собственно, все это было затеяно. Поддержка бандеровцев, так сказать, и вот этот Майдан. И последующая политика и Порошенко, и Зеленского направлена на то, чтобы не выполнять Минские соглашения и препятствовать нормализации отношений на российско-украинской границе. Поэтому вопрос-то не о том, что вот Украина там главный наш враг. Они почему считают, что Украина? Да, главный враг это Запад. А противостояние с Западом, оно же глобально. Оно идет, так сказать, в самых разных регионах. Значит, от Северных морей до Солнечной Пальмиры. Поэтому надо понимать, что... Ну, конечно, это верховный главнокомандующий принимает решение о том, на каком фронте, значит, принимать наступательные действия, на каком фронте занять жесткую оборону. Хотя можно с этим не соглашаться. Вот, например, в 1942 году, когда у нас прошло успешное наступление под Москвой, тогда вот разные точки зрения были. Что делать дальше? Вот была точка зрения, и Сталин и отставил, что надо наступать на всех фронтах. Другие более осторожные наши полководцы предлагали все-таки выбрать какой-нибудь один участок для наступления и сконцентрировать там все резервы и добиться стратегического успеха. Ну, естественно, точка зрения Сталина тогда возобладала. И получилось так, что мы несколько распылили ресурсы, и началось вроде успешное тоже наступление на Украине, которое потом закончилось катастрофой, и немцы дошли до Кавказского хребта и до Волгограда. Тогда Сталинграда. То есть вот, в общем-то, точка зрения о том, что вот на всех направлениях одновременно надо принимать наступательные действия, я считаю, тоже неправильно. Михаил Владимирович, ну, есть еще одно направление военных действий, вот наступать, обороняться или бежать назад. Благосфера сейчас громко обсуждает певца Сергея Лазарева, который активно, громко заявлял о том, что Крым это Украина, и Крым не наш, и нечего его было оккупировать. А сегодня вот он в Севастополе будет выступать, билеты продают, и люди спрашивают, а через Ченгарли, через Киев ехал Сергей Лазарев, считающий Крым украинским, в Севастополь давать концерт, или прилетел самолетом, как гражданин Российской Федерации, который признает Крым российский. И вот здесь масса вопросов именно по этому поводу. А почему мы этот фронт, бог знает кому, отдали? Даже Лукашенко вчера заявил по поводу учителей, школ, что есть государственная идеология, государственная политика. И к чертовой матери, учителя, которые против государственной политики, это привет из высшей школы Гасанам Гусейновым и прочим негодяям, такие учителя не должны калечить наших детей белорусских, говорит Лукашенко. А мы позволяем калечить сознание молодежи Сережам Лазаревым, певицам Ионовым, Глюкозам, которые плачут, скулят у украинских пограничников, и говорят, Крым украинский, украинский, только пустите меня на Украину, немножко ваших гривен заработать концертами. Но ведь паскудство же. Паскудство, конечно. Но что касается Лукашенко, это он сейчас такой умный. А до этого он сам активно насаждал такую вот прозападную идеологию, поддерживал националистические партии, а русские, прорусские партии запрещал, там сажал прорусских активистов. Но это ему надо было, чтобы фронтировать перед Москвой и показать себя сильным другом Запада. Ну вот он со своей такой крестьянской примитивной хитростью вот он нарвался на проблемы. И сейчас он вдруг, значит, сообразил, что да, вот учителя должны другую идеологию посуществовать. Он-то им подкидывал совсем другую идеологию, националистическую, что Белоруссия это не часть русской нации, что она, так сказать, продолжение этого царства Литовского, Великого княжества Литовского. А если она продолжение Великого княжества Литовского, то она должна вот с Польшей и с Литвой объединяться. То есть Россия тут при чем, спрашивается. И он эту все вот идеологию активно поддерживал. Ну и учителя, естественно, эту школу повторяли. А сейчас вот они стали неугодны, потому что оказалось, что его самого хотят сверху. То есть у нас несколько иная ситуация. У нас, понимаете, к сожалению, очень много внимания уделяется высказыванию всяких там артистов, писателей и так далее по политическим проблемам. Я вот не знаю, чтобы там вот какие-нибудь писатели или там артисты высказывали по железнодорожному транспорту, что как вот там надо, значит, локомотивы какие нам нужны или там вот чего-то там вот на каком топливе они должны ездить. А тут они вдруг в политике все оказались очень крупными специалистами, дают советы и главное все к ним прислушиваются. Это еще вот с Горбачева началось. Да, почему-то считают, что они вот очень такие серьезные авторитеты в этом деле. И вот да, там какой-то певец сказал, а кто он такой певец? У него образования-то профильного нет, он и историк не изучал толком, вот, и в политических вопросах разбирается, знаете, как вот так вот на обывательском уровне. Поэтому, ну, а почему вот он высказывается все, говорят, да. Вот в США, например, да, там они постоянно высказываются, эти всякие артисты там из Голливуда. Ну, честно говоря, их пытаются тоже вот СНН там активно пропагандировать. Но я так понимаю, что народ на это не ведет. А у нас вот это со времен Горбачева сложилось, там сложилась мода создавать, так сказать, вот такие всякие организации с огромным количеством спортсменов, значит, писателей, артистов, которые почему-то вот, ну, они всегда, конечно, власть в основном поддерживали, да. Те, кого не взяли, они сразу начинали фронтировать. Вот, что они в оппозиции, ну, их там задабривали деньгами там или как-то. Ну, в общем, такое вот отношение к этой публике, мне кажется, совершенно неоправданное. Надо все-таки по-серьезному к политике подходить, а не слушать, что там актеры, писатели, певицы говорят. А они понятно, что делают. Они пытаются свой имидж поднять за счет вот таких скандальных выступлений. Вот вы заметите, вот это дело Ефремова. Ну, нормально бы человек, наоборот, хотел бы, чтобы была наименьшая огласка, чтобы там меньше его пьяную рожу там по телевизору крутили и так далее. Вот, а тут, наоборот, организовали фактически такой сериал, спектакль, понимаете, уже более месяца идет, то есть, ну, это как бы амплуа уже, человек, его внутреннее нутро, что вот, да, он должен быть в центре внимания, хоть с какой стороны, вот хоть пусть с такой вот отрицательной стороны. Волочкова там своими любовниками тут постоянно заполняет информационное пространство. Все тоже обсуждают, понимаете. Ну, конечно, ну, для кого-то, может, это интересно, но по существу это не та тема, которая должна быть в центре внимания российских СМИ. Ну, не знаю почему, но вот эта вот линия в СМИ, она, к сожалению, продолжается. Вот, ну, а то, что вот такие люди, они иногда, чтобы повысить свою популярность, идут на скандал, ну, я считаю, за это надо наказывать все-таки, наказывать. Вот, кто разрешил тогда этому певцу устраивать концерт в Крыму? Все-таки там есть законные власти, там люди боролись за независимость от Украины, в общем, рисковали своей карьерой, жизнью даже в какой-то степени. Вот, и что ж они разрешают такое дело? Или они тут ожидают каких-то покаятельных выступлений со стороны? Ну, может быть, какие-то договоренности в этом плане есть. Михаил Ильич, я просто вспоминаю 70-е годы, когда еще по телевизору все это грязное белье никто не вываливал, и пиар таким образом люди себе не делали. Но зато каждая бабушка на лавочке знала, сколько раз в этом году Алла Пугачева убила, там, повесила, задушила свою дочку Кристину Арбакайте, какого мужа она выгнала или какой муж ее побил и сбросил со скалы. В общем, слухи, 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 но это тогда было действительно круто, потому что это были слухи, которые молва, как анекдоты про Чапаева и про Волочку. А сейчас вдруг эти вот творческие личности решили, что они во всем специалисты, и можно все. И грустно на это смотреть, ведь фактически мы сегодня позволяем этим людям стать, ну, вот этими, прожекторами перестройки, да, с лидерами общественного мнения. Законодателями моды политической, вот. Я считаю, что это неправильно, конечно. Ну, тем не менее, давайте все-таки вернемся к нашим соседям. Сегодня одни из таких соседей под названием украинцы отмечают день независимости своей страны. Но у них как-то все опять пошло не так. Зеленский на Софийской площади шоу устраивает, он все-таки шоумен и продюсер, и актер. А другие ребята в черных футболках красивых, с какими-то страшными смертельными надписями, проводят свой день независимости. Там армия Мова Вира, Порошенко. И вот как вам видится последствия белорусского, дай бог, неудачного Майдана? Они как-то повлияют на Украину? Или уже поздно, уже все, Украина живет в своем вот этом вот непонятно чем, и что бы ни произошло в Белоруссии, там еще где-то, Украине это по барабанам. Ну, я думаю, в долгосрочном плане процессы в Белоруссии будут влиять на Украину, безусловно. Понимаете, но пока, к сожалению, то, что происходит в Белоруссии, не очень, так сказать, выигрышно смотрится для украинцев, понимаете? Потому что, ну, получается так, что человек там выиграл на нечестных выборах. Интересно, что даже вчера вот у Соловьева обсуждали эту тему, и даже кто-то заметил, что даже министр наш у иностранных дел заявил о том, что не все в порядке с этими выборами. Я, правда, сам не слышал этого сказать, вот такая фраза прозвучала, а это очень важный индикатор. Вот. Потом сидеть так долго у власти, ну, наверное, тоже не надо. Это, в общем, превращается в какой-то уже авторитарный режим. И нужна преемственность власти. Тем более, если учитывать, что Лукашенко пришел к власти, он на обещаниях интеграции с Россией. То есть, его поэтому и поддержал народ. Вот. Он это ловко использовал. А потом, когда стало понятно, что ему в голове российского государства не стоять, тут вот он уже, наоборот, стал в многовекторную политику. Причем прикрывался всегда тем, что он наш союзник. А когда надо доходило дело до реальных, так сказать, шагов с его стороны, там вот признание Абхазии и Южной Осетии, поддержка нас вот в ситуации с Крымом, а по ситуации с Донбассом он вообще занял совершенно отвратительную позицию, что надо, типа, Донбасс ликвидировать, вот эти республики народные, понимаете? То есть, это союзники так себя не ведут. При этом он постоянно требовал, чтобы ему там какие-то дотации экономические, поставки по заниженным ценам энергоносителей. И что интересно, у нас вот во власти люди совершенно серьезно называли его союзником, а те, кто критиковал его за его поведение, они чуть ли не в предателя записывали. Хотя, в общем, для экспертов, которыми Белоруссия занимается, все было, очевидно, достаточно давно, уже лет 10-15 назад. Сам я только после крымских событий уже окончательно разуверился в Лукашенко, когда он занял такую, по сути, антироссийскую позицию. Поэтому, конечно, вот то, что против него народ там поднялся, это понятно. И, так сказать, там не только те, кто вот за Запад. Просто, поскольку он всю пророссийскую оппозицию там ликвидировал, задушил, а кого даже в тюрьму посадил, то оказалось, что на пророссийском фланге-то и нет никого. А прозападный, он там специально их поддерживал, как давал им возможность немножко так шебуршить. И у них организационные структуры есть, у них актив есть, у них связи с Западом налажены. Вот они и оседлали протесты. Протесты объективны. То есть Лукашенко, он сам вот это вырвал яму. И себе, и, в общем, нашему интеграционному проекту с белорусами. Поэтому, ну что, сейчас я не думаю, что кто-то там очень на Украине обрадуется победе Лукашенко. И я думаю, что вот те, кто наши там соратники в Донецкой и Луганской республики, а я только и жду, чтобы свергли этого Лукашенко, который требовал, чтобы ликвидировали Донбасс. То, что касается и патриотических, скажем так, пророссийских сил на Украине, и людей, которые за интеграцию с Россией, а не с Западом, им тоже Лукашенко не импонирует. Поэтому я думаю, что, ну, если он устоит, это не будет какой-то победой рассматриваться, как какой-то победой среди патриотических слоев. А среди бандеровских слоев, ну, они все равно настроены против интеграции с Россией. Так что тут тоже ничего не будет, понимаете? Михаил Владимирович, ну, я вспоминаю из школьной истории персонаж такого гетмана Украины Богдана Зиновия Хмельницкого. Вот совершенно, ну, ни разу он не был пророссийским до тех пор, пока ляхи, замечательные ребята, не пришли и хату его не спалили вместе с женой. И тогда он переметнулся и сказал навеки с Россией, навеки вместе. Вот Александр Григорьевич, такой вынужденный патриот России может случиться именно из-за того, что к нему пришли те же ляхи, нехта там и прочие замечательные ребята, да? И устроили ему такой поджог дворца. И вот сейчас у Лукашенко может коридор возможности быть таким узким, что только в Москву и будет у него дорога, и все его взоры будут обращены именно на Москву. Ну, вы рассуждаете как грамотный человек. Я не уверен, что Лукашенко будет так же рассуждать. Понимаете, вся его политика, она свидетельствует о желании развести всех вокруг себя. И Россию, и Запад, и Китай, так сказать, только поиметь для себя какие-то блага. Вот. Нет совершенно никаких гарантий, что он нормализует ситуацию, что он не вернется к этой политике. Понимаете? Вот это его нутро. Поэтому я бы тут не обнадеживался, что вот все, Лукашенко сейчас в узком коридоре. Вот. Он может и действительно объективно в узком коридоре, но он начнет опять прежнюю политику. А мы в чем тут проигрываем? В том, что чем больше проходит времени, и про Лукашенко это политика поддержки уже прозападной оппозиции, и давление, уничтожение пророссийской оппозиции, если она продолжится, эта политика, то в конце концов мы и потеряем Белоруссию. Понимаете? Он сидит вот, он не дает пророссийским силам усилиться, а прозападные они естественным путем растут. И ну что тут делать? Чем дольше он сидит, тем больше возможностей для ухода Белоруссии назад. Вот в чем беда. Михаил Владимирович, время, к сожалению, неумолимо подошло к концу. Спасибо вам огромное. У нас сегодня такой был обзор от Ближнего Востока до Ближнего Запада. Проговорили, посмотрели, ну и, в общем-то, особо радужных перспектив не увидели. Спасибо вам огромное и до встречи. До свидания. Итак, дорогие друзья, Михаил Владимирович Александров был нашим собеседником. Несколько минут отдохнем, вернемся и продолжим. Пока.